Медицина, красота, здоровье. В Оренбурге состоялась очередная выставка, посвященная здоровому образу жизни. Стопспид – форум неравнодушных собрал более 700 участников. Маршрут здоровья – профилактическая акция прошла в Новотроицке. Здравствуйте, это медицинские новости, программа о наиболее важных событиях, которые происходят в областном здравоохранении. Проведение специализированной выставки, посвященной медицине, индустрии красоты и здоровому образу жизни в нашем регионе стало уже традицией. В течение трех дней в мегамоле «Армада» работали экспозиции лечебно-диагностических, реабилитационных, оздоровительных центров не только Оренбурге, но и других регионов страны. Две выставки «Медицина, красота и здоровый образ жизни» объединила одна цель – продемонстрировать возможности современных технологий, направленных на повышение качества и продолжительности жизни. За последнее время здоровый образ жизни – это действительно стало очень популярным. Красота, все, что необходимо для того, чтобы жить дольше, чтобы иметь хорошую энергетику – все это сегодня предмет особых изысканий научных сообществ. Это предмет особой заботы правительства и особенно министерства здравоохранения. Организаторы, а среди них правительство Оренбургской области, региональное министерство здравоохранения, торгово-промышленная палата и компания «Уралэкспо» подготовили для гостей немало интересного. Целый ряд площадок был посвящен медицинской технике, возможности которой можно было тут же испытать на себе. Оценить работу массажной аппаратуры, проверить зрение, пройти обследование щитовидной железы на высококлассном УЗИ-аппарате. Также на выставке были представлены образцы современного лабораторного оборудования – стоматологические установки, реабилитационные тренажеры. Было много полезной информации о санаторно-курортном лечении и местных оздоровительных туристических маршрутах. Красивый человек – это здоровый человек. И сегодня это понимает все больше и больше народу. И профилактическое направление только набирает свою силу. В рамках выставки проходила большая деловая программа, научно-практические конференции, мастер-классы, семинары и круглые столы по самым актуальным вопросам здравоохранения. Работали посты здоровья областного центра медицинской профилактики, где можно было пройти экспресс-диагностику состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, оценить стрессоустойчивость, узнать о правилах рационального питания. Для любителей активного образа жизни фитнес-инструкторы демонстрировали комплексы несложных, но очень эффективных упражнений, которые помогают заряжаться бодростью и энергией на весь день. Всего на выставке были представлены павильоны 50 организаций из шести регионов страны. Накануне Всемирного дня борьбы с ВИЧ-инфекцией в Оренбурге прошел форум неравнодушных «Стопспид». Его организаторы – региональное министерство здравоохранения, областной центр медицинской профилактики и клиническая инфекционная больница. В мероприятии приняли участие специалисты Московского центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Форум неравнодушных «Стопспид» собрал большое число участников со всей области. Внимание к этой теме обусловлено тем, что сегодня Оренбурге входит в двадцатку регионов страны с наиболее высокой пораженностью населения ВИЧ. Стратегия профилактики во всех абсолютно возрастных группах, во всех социальных группах, пропагандировать ответственное отношение к своему здоровью. Соблюдение достаточно нехитрых правил в повседневной жизни позволит уберечь и от этой инфекции, да и, к слову сказать, от множества других инфекционных заболеваний. На форуме было озвучено, что на конец октября 2018 года в России зарегистрировано 1,3 млн граждан инфицированных ВИЧ. 308 тысяч из них уже погибли. В мире поставлена задача остановить эпидемию СПИДа к 2030 году. Речь идет о том, что эпидемия не будет наносить такой серьезный ущерб. И основные задачи поставлены – снизить количество новых случаев до минимума и снизить количество смертей, связанных со СПИДа. Планируется, что эти цели будут достигнуты, если мы выявим 95% всех ВИЧ-инфицированных к 2030 году, 95% из них будем лечить и у 95% снизим вирусную нагрузку. К 2020 году более скромные цели 90-90-90 аналогичны. В Оренбургской области ведется большая работа в этом направлении. Тестированием на ВИЧ в 2018 году планируется охватить 24% населения. Что касается лечения, то регион – один из первых в стране, достиг отметки 60%. В 2019 году этот показатель планируют увеличить до 70%. С 2011 года на областном уровне при правительстве создана межведомственная комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции, которая как раз является координирующим органом для области, на которой не реже двух раз в год рассматриваются вопросы состояния заболеваемости, эффективности тех мероприятий, которые проводятся различными структурами в плане дальнейшего снижения ВИЧ-инфекции. Сегодня в регионе большое значение уделяется информационно-просветительской работе, особенно в молодежной среде. Медики в доступной форме рассказывают о правилах безопасного поведения, мерах профилактики ВИЧ-инфекции, группах риска заражения вирусом иммунодефицита человека и путях его передачи. Используются новые форматы – флешмобы, онлайн-проекты, ток-шоу. Одно из таких мероприятий состоялось в рамках форума «Стопспид». Видно, что молодежь – это проблем волнует. Но это самое главное, что у них есть к этому интерес, поэтому мы стараемся знания правильные, медицинские знания распространять. Когда об этом говорят медики, то есть специалисты, которые в этом разбираются, которые это знают, ну это имеет свой вес, авторитет, я считаю, что это очень полезно. Сейчас такой возраст у нас, когда как раз у детей, у подростков вот эта увлеченность во все это есть, и нас получают, как нужно себя вести в таких ситуациях, если вдруг что-то там не произошло. Очень часто рассказывают, как нам все это попросила, как все, ну, чтобы безопасить себя. Прошедший форум был призван еще раз акцентировать внимание оренбуржцев на проблемы, связанные с ВИЧ-инфекцией, мотивировать население на профилактику и приверженность к тестированию на ВИЧ, и всем вместе противостоять опасному недугу. Состоялась очередная профилактическая акция «Маршрут здоровья». На этот раз медики работали на востоке области в городе Металлургов. Маршрут здоровья в Новотроицке приобрел более широкий формат. Мероприятие проходило сразу на четырех площадках – в двух поликлиниках и двух учреждениях культуры. В ДК Металлург состоялось ток-шоу «Поговорите с доктором». На одном фланге – любознательные школьники, на другом – эксперты, ведущие специалисты области. Откровенный разговор в формате «Вопрос-ответ» дал возможность молодежи узнать больше о том, как предупредить те или иные болезни, нужны ли прививки, чем опасен алкоголь, как предотвратить эмоциональное выгорание. К микрофону выстраивались очереди, а за самые интересные вопросы полагались призы. Мне реально было интересно. Просто я в интернете сколько искал, то там таких четких ответов как бы не было. Познавательно это интересно. Такие встречи нужны, я думаю, для молодежи, чтобы с ними общаться, ставить точки, ориентировать, подавать понимание, куда двигаться дальше. Они задают очень откровенные вопросы. Они, я так понимаю, что активно себя ищут, и что они стремятся все-таки к здоровому образу жизни. Выйти на диалог с авторитетными докторами смогло и взрослое население Новотроицка. Для них организатор Центра медпрофилактики провел отдельное ток-шоу. Как предупредить болезни сердца? Каковы факторы риска инсультов и инфарктов? Может ли вызвать заболевание лишний вес, стресс или неправильное питание? Острые вопросы, доступные ответы. Я думаю, люди пришли тоже неспроста, потому что их волнуют, их вопросы, их здоровье, их жизнь. А тем временем сотни других новотроичан этот субботний день посвятили обследованию своего организма. На базе двух поликлиник работали Центры здоровья. Здесь проводили экспресс-диагностику, проверяли зрение, выясняли, не опасны ли родинки, работали кабинеты памяти, консультации узких специалистов получали и самые сложные больные. Решила сходить, провериться. Думаю, все равно надо и кровь сдать, и все. И тем более все врачи сказали, специалисты хорошие. И мне очень понравилось. Все это так быстро и внимательно, так нас все прослушивают. Внимание многих горожан привлекла необычная машина возле второй поликлиники. Уромобиль. Передвижная установка оснащена техникой для исследования мужского здоровья. Появилась в Оренбургском здравоохранении несколько месяцев назад. Побывала в трех районах области. Не всегда бывает возможность у пациентов съездить в областной центр и получить квалифицированную помощь или консультацию. Поэтому мы сюда и приехали. Медицина на ходу. Это вот мне прям врач проверил все, да? Я удивился даже. Благодаря маршруту здоровья почти 650 ново-тройчан смогли проверить свое здоровье и посетить узких специалистов. У некоторых выявлены подозрения на ту или иную патологию. Они направлены на дообследование. Следующей остановкой маршрута станет город Кувандык. На сегодня это все. О других новостях областного здравоохранения на телеканале «Россия-24». Смотрите 1 декабря в 10 часов 20 минут. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова